Председатель правительства отметил, что санкции пошли в стране на пользу. По существующей доктрине, из восьми показателей по четырем страна уже преодолела порог по протбезопасности. Запланированный объем государственной поддержки в этом году даже больше, чем в прошлом. В 2014 году на госпрограмму мы 187 миллиардов рублей выделили, в 2015 году 220 миллиардов. Нужно максимально эффективно эти деньги тратить. Я обращаюсь и к коллегам-губернаторам, и, конечно, к аграриям. Контроль за этим будет весьма жесткий. Россия будет последовательно реализовывать свою продовольственную политику. Санкциями, без санкций мы на этот путь вступили, уходить с него не будем. Наши стратегические цели неизменны. Это современное сельское хозяйство, высокотехнологичный пищепром. Все это должно быть базой продовольственной безопасности страны. И все решения, которые были приняты в течение этого года по поддержке аграрного бизнеса, будут сохранены. На форум приехала и делегация Краснодарского края. Ее возглавил исполняющий обязанности губернатора Вениамин Кондратьев. Он принял участие в главном пленарном заседании форума. После в интервью рассказал о том, на что регион будет делать ставку в обеспечении продовольственной безопасности. Важно понимать, что если наш региональный производитель сельхозпродукции будет реализовывать эту продукцию на нашем внутреннем рынке, то наш житель, наше население получит качественный и доступный по цене продукт. Сегодня село требует сельхозпроизводителей. Неважно, какого он уровня, гарантированный избыт. И сегодня задача моя и моей команды, чтобы мы могли создать этот западный цикл между сельхозпроизводителем и потребителем. Путем, может быть, создания этих логистических центров, в которых будет аккумулироваться сельхозпродукция и в дальнейшем уже уходить по торговым сетям, в том числе и федеральным. Потенциал для укрепления кубанской продбезопасности есть. Мощности предприятий, перерабатывающей промышленности используется максимум наполовину. Одна из главных агропромышленных задач региона, которую озвучивал Кондратьев на профильных совещаниях – увеличить производство овощей и плодово-ягодных культур. И, что самое важное, обеспечить ими население края в зимний период. Для этого число тепличного производства в Краснодарском крае планируют увеличить в шесть раз. Татьяна Говоркова, телекомпания ФКТ.